Доброе утро! В феврале 2013 года делегация Русской Православной Старообрядческой Церкви с официальным визитом посетила Уганду. В столице этой африканской страны, в городе Кампола, находятся общины христиан, изъявившие желание присоединиться к Старообрядческой Церкви. Делегация Московской Метрополии, в ее составе протеерей Леонтий Пименов, иерей Алексей Лопатин и в качестве переводчика иерей Никола Бабков, прибыла в Камполу 21 февраля. С широким радушием встретили священников сотрудники посольства России в Уганде. Посольство предоставило транспорт, охрану, место для проживания. В течение недели старообрядческим священнослужителям предстояло ознакомиться с обычаями африканских христиан, чтобы выяснить, насколько возможно их каноническое общение с Русской Православной Старообрядческой Церковью. Христианская община в Камполе возглавляет протопрессвитер Иоаким Киимба. Когда-то она находилась в каноническом подчинении Александрийского Патриархата. Однако после перехода Патриархата на новый стиль, община заявила о самостоятельности. Патриархата Готово, да? Готово, да? Готово. В ее собственности храм, освященный воями святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны. Рядом с храмом расположено здание церковной больницы и дом презрения нищих. Как выяснилось, угандийские христиане признают и применяют только погружательное крещение. Богослужение совершается согласно уставам греческой церкви, а пение по звучанию напоминает старобряческое. Старобряческая делегация оставила угандийцам памятные подарки. Большой радостью община приняла дар на темные кресты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...догали... ...за Corpsам... Протопрессвитер Иоаким Киимба в 1978 году окончил ленинградскую духовную академию русской православной церкви. Помимо служения в Кампольском храме, он окормляет христиан двух угандийских деревень, а также работает врачом. Я хотел бы вам показать и объяснить значение каждого пальца, что они собой символизируют, изображают. Первые два пальца изображают Иисуса Христа. Я прошу вас, присутствующих, попытаться сложить это крестное знамение правой рукой. Разъяснение символического значения двуперстного крестного знамения вызвало неподдельный интерес. Африканские христиане заявили, что отныне будут налагать на себя крестные знамения только таким образом. Священник рассказал о традициях Африканской Православной Церкви, об обычаях общины. Небольшая экскурсия. Мы дойдем до ближайшего Бумы и посмотрим на пыль. Как буквально надеюсь, вам побежит. Кофе? Будем пить в Москве. Его надо обжаривать. Мальчишка камень исцеливает. Вот этот сахарный тростник, его ботва используется как топливо. Это помещение напоминает нашу деревенскую баню по-черному называется. Мальчишка камень. Соседство школы и церкви в Уганде наблюдается повсеместно. Каждая конфессия, мусульмане, католики, протестанты имеют свои школы и больницы. Священник Иаким Киимба провел для русской делегации экскурсию по церковному комплексу. А местные прихожане по просьбе гостей в здании строящейся больницы исполнили несколько национальных песнопений. Каждая конфессия, мусульмане, католики, протестанты имеют свои школы и по-черковному комплексу. Ожидается, что 19 мая, в неделю святых жен мироносец, протопресс-фитер Иоаким Киимба посетит духовный центр Русской Православной Старообрядческой Церкви на Рогожском. Страну Уганду я увидел плененной, полоненной различными конфессиями. И в первую очередь это католиками, протестантами и мусульманами. Какой конфессии я здесь не увидел и не заметил, что это только иудаизма и не видел ни одной синагоги. И вот тот приходик, в который мы попали, который называется православным и исходит из Александрийского Патриархата, мне показался на фоне названных маленьким прекрасным оазисом православия, на этом фоне даже можно назвать его старообрядческим. И большой грех будет нам, православным христианам, не помочь этим людям уточнить, улучшить, привести ближе к истинному православию их сегодняшнее состояние. Они этого достойны. Они по-христиански бедны и, как Иов, за все как бы говорят, слава Богу. Их труд добровольный, он похожий на каторжный. Западные цивилизации, женщины в западных так называемых продвинутых странах, завоевывают равенство с мужчинами, даже в тех сферах, где они не знают, чего просят, чего им и не надо. А здесь я увидел давнишнее многовековое равенство женщин с мужчинами – это в труде. В сельском хозяйстве они и сахарный тростник, и рис, и чай, и другие культуры возделывают женщины Уганды теми же тяжеленными мотыгами, что и мужчины. В этом они давно равны. Люди живут в постоянном труде и выглядят как бы и довольными, и счастливыми. По принципу «хочешь быть счастливым – будь им». Эти люди достойны получить доступ и попользоваться как инструментом нашей старобряческой православной религии, церковью, для спасения их душ. Этого они сверхдостойны. Эта страна интересна в плане конфессионального мира. Основные традиционные для Уганды религии живут в мире, согласии. Существует межцерковный совет, который вносит рекомендации, встречается с президентом, в том числе и советует, как строить политику в сфере образования, здравоохранения, в других социальных секторах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok